В 2019 году в районе Равенского месторождения было открыто первое в Югре IT-стойбище. Его курирует ряд окружных департаментов образования, молодежной политики, информационных технологий и цифрового развития региона. Глава родового угодья Степан Кетчимов отметил, благодаря проекту открылись большие возможности. Мы уже в 21 веке живем, чтобы лишний раз не ездить в город. Где-то надо госуслуги, проводим ВК-связи. В пандемийные годы она очень сильно помогла не только моим стойбищам, но и другим стойбищам. Дети, которые в школе-интернатах учились, когда были на стойбище, они уже по ВК-связи с русскими школами, с учителями работали. Теперь подобных стойбищ по округу уже 69-70-е откроется в скором времени. Об этом попросила Светлана Покачева, обратившись к президенту Российской Федерации. На родовой угодья Кетчимов прибыла в мобильное приемное под руководством начальника управления президента России по вопросам государственной службы, кадров и противодействию коррупции Максима Травникова. Губернатор Югры со специалистами Департамента информационных технологий обсудил вопросы подключения стойбища Покачевых к IT-технологиям. Мы ставим просто антенномачтовое сооружение на стойбище, как здесь усилители, антенны, принимаем этот сигнал от базовой станции на расстоянии до 50 километров от базовой станции и раздаем на стойбище. Оборудование установят весной на фундамент, а уже 15 июля сдадут в эксплуатацию. У Светланы Покачевой шестеро детей, старший уже отслужил в армии, младшие скоро пойдут в школу. Ребята вместе с родителями проживают на стойбище и ведут традиционный образ жизни. Этот проект равные старты и возможности для них, чтобы хорошо учиться. Попросил, чтобы мне поставили интернет, вот, услуга, чтобы все, вот документы оформить там. Если дети, вот, летят, я собираюсь, чтобы вот интернет хорошо ловили и дома, чтобы учились. В ходе визита Наталья Комарова обсудила дальнейшее развитие IT-стойбищ в Югре. Гости отметили, что этот проект хороший пример для других регионов. Запрос и организованное выполнение его, сконцентрированы все возможности технологические, финансовые, кадровые, для того, чтобы этот проект жил, работал. В данном случае вы видите, да, инициатива непосредственно на людей, которые проживают на стойбище. Проект по созданию IT-стойбищ в Югре реализуется уже пятый год. Он предусматривает установку точек доступа к интернету на территориях традиционного природопользования, где проживают представители коренных народов Севера. Сергей Ефимцев, Тимур Зигангиров. Наши города.